В этом видео мы полетаем на воздушном шаре, защитим свою базу с помощью турелей и дронов, а также получим новое оружие и новые техники боя. Это мой топ модов Майнкрафт, погнали! О, здорово, бота! Здорово, здорово! Как там, чё там? Слушай, хочешь я тебя покатаю на воздушном шаре? Конечно хочу, всю жизнь мечтал, никогда не катался. Это у нас первый мод под названием Бризи, который добавляет систему ветра и воздушные шары. Так, смотри, сначала нам нужно взять сам воздушный шар, называется он Hot Air Balloon, зацени какой он квадратный. Также нам нужно взять вот такую вещь под названием Гаст Гауч, эта штука будет показывать нам направление ветра. О, подожди, подожди, дай рядом встану, посмотрим, у нас одинаково показывает, нет? Ну, у меня вот так показывает, но смотри, я тебе сейчас скажу, что в зависимости от высоты будет меняться направление ветра, то есть, посмотри, какое здесь направление ветра, видишь? Вот оно туда дует, а теперь взлети чуть повыше, и смотри, куда теперь будет дуть ветер, взлетаем, и... Вот, видишь, он поменял направление? Да, 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 вижу, что ветер теперь дует... Видишь, оно теперь туда показывает? Да, в другую сторону, теперь опускаемся, и... Если мы ещё выше взлетим, ещё поменяется направление. А ещё вы видите, что в небе появились вот такие вот полосочки, которые показывают нам присутствие ветра. Класс, ну давай уже. Ну что, полетаем уже на этом воздушном шаре. Но смотри, нам нужно взять ещё такие предметы, как огниво и блоки песка. Если что, я тебе скажу, для чего они нужны будут. Так, спамни свой воздушный шар, садись с него, и смотрите, чтобы взлететь на воздушном шаре, нам нужно взять огниво, направить свою голову вниз и нажать правую кнопку мыши. И, как вы видите, мы реально взлетели, но ненадолго, поэтому нам нужно спамить. Спамим и взлетаем, и мы реально полетели. О, здорово, вон он ты летишь. Класс, то есть получается, если мы сейчас поднимемся выше, мы поменяем направление. Да, направление ветра поменяется, и мы полетим в другую сторону. Вообще класс, очень круто, мне нравится. То есть, смотри, видишь, я взлетаю, лечу в эту сторону. Теперь взлетаем повыше. Взлетай, 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 взлетай. Ты что, расслабился? Вот, я полетел в другую сторону. Я полетел в другую сторону. Ты, наверное, скажешь, вот как мне опуститься вниз? Я же не хочу прыгать с воздушного шара прямо на землю, да? Так, логично. Поэтому мы и взяли песок, чтобы сделать мешочки для воздушного шара, которые я забыл, как называются. Балласт, балласт же это называется. И вот они, вот видите, они прикрепились к нашему воздушному шару, и мы начинаем лететь вниз. И мы можем прикрепить сколько хотим. Ну, не сколько хотим, а вокруг всего воздушного шара. И, как видите, мы начинаем реально стремительно падать вниз. И это очень неудобная фишка для тех, кто играет с этим модом на выживании. Вообще красота. И получается, мы можем так лететь, лететь новые земли открывать. Конечно, ну, новые земли ты вряд ли откроешь, потому что в связи с высотой ты можешь потерять направление свое. А, точно. Если ты будешь хорошо маневрировать в воздухе, то, наверное, ты сможешь открывать новые просторы. Прикольно то, что этот мод работает не только в креативе, но и в выживании. Однако, этот воздушный шар нужно будет крафтить. Но, рецепт красота там довольно простой. Если вы хотите узнать, как сделать этот воздушный шар, то зайдите в описании мода. А ссылку на мод я оставлю в описании. А, кстати, это твоя подборка топ-модов. Но у меня есть один мод, которого у тебя нет. Я тебе хочу его показать. Смотри. Давай, показывай. Сейчас я нахожусь в виде от третьего лица. То есть, я переключился. Ну, вот наш обычный вид, как обычно. А сейчас я переключился в вид от третьего лица. И мой мод называется Better Third Person View, что ли. Короче, лучшая камера для вида от третьего лица. И смотри, в чем прикол. Я могу брать и вот так вот просто полностью вокруг себя смотреть на 360. Как в GTA, как в любой другой игре. Этот классный мод, но он, к сожалению, у меня не работает. Поэтому его показывает мой папа. Да. А не работает он у тебя вообще непонятно почему. Но работает он вообще классно. Мне он очень нравится. Воздушный шарик, конечно, классный. Но мы двигаемся к следующему интересному моду. Ну, а для следующего мода. Мы телепортируемся в нашу прекраснейшую деревню. Однако, у этой деревни есть небольшая такая программка. Как вы видите, здесь вот такие вот есть огромные разломы. Из-за которых жителям просто трудно переходить на ту сторону. Однако, мы это сегодня исправим, да? Конечно, исправим. Обязательно исправим. Давай построим им мост. Но ты же понимаешь, что строить по старинке это как-то уже скучно. И долго. Поэтому для этого мы будем использовать мод под названием effortless building. Который может нам помочь в этом и сделать это намного быстрее. Для этого нам нужно нажать alt и выбрать соответствующий режим. Как например, я возьму линию. И теперь нам нужно взять соответствующий блок. Например, давай сделаем, чтобы она была прочная. Сделан из какого-нибудь камня. Подходим к нужному блоку. Нажимаем на него правую кнопку мыши. Теперь выделяем длину нашего моста. Наверное, он будет вот такой. И всё. Получается, у нас тут мост появился. И теперь жители могут спокойно переходить через эту сторону на эту. Да, но на самом деле, конечно, понятно, что вот эти вот мосты это всё фигня. На самом деле, этот мод подходит тем, кто очень любит строить Майнкрафт. Например, зацените, я могу просто построить огромную сферу за 5 секунд. Просто заходим в alt. Выбираем режим шар. Берём соответствующий материал. И выделяем зону поражения. Так, например, допустим, она у нас будет вот такая. И вот такая. И зацени, как у меня получилась алмазная сфера. Класс, я тоже хочу попробовать. Так, ты пока там делай себе другую постройку. Я думаю, ещё хочу построить цилиндр до самого неба. Цилиндр до неба? Сделаем его, допустим. Вот таким. Сейчас я тебе тут построю огромный алмазный небоскрёб. Хорошо. Опа, зацени. О, пойдёт, пойдёт, пойдёт. Как тебе моё здание огромное? Не просто так. Я позже не буду стоять просто так. Я тоже кое-что хочу построить. О, нет. Я думаю, ты удивишься. Я увидел, что у него в руках. Я не хочу. Нет, пожалуйста, не надо. У него динамит в руках. Ты говоришь, там мост построил. Я думаю, наши жители должны вообще радоваться тому, что ты им сделал. Так что я строю им тоже мост. Вот, пожалуйста. Ядерную бомбу. Пусть будет такой мост. Что это за мост? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Пожалуйста, не используй огни, вопрошу тебя. Это не мост с воздушными шарами. Не надо его использовать. Я даже не знаю, что тебе на это ответить. У меня компьютер сейчас взлетит, и ты это взорвёшь. Надо просто сделать эту щель немного больше, и тогда жители смогут спокойно перемещаться. Так что бежи. Нет. Беги. Беги. Офигеть, я вижу там взрыв от ядерной бомбы. Что ты натворил? Кстати, забыл сказать, что этот мод очень подходит также людям, которые любят делать механизмы. Например, смотри. Допустим, я хочу сделать механизм со светильником. То есть я хочу, чтобы издалека прям можно было включать свет. Ставлю, допустим, вот сюда фонарь, который подключается по редстоуну. И где-нибудь вот здесь далеке поставлю рычаг. И теперь опять же, мы берём редстоун, выбираем нужный нам режим, нажимаем сюда. Теперь проводим линию как нам нужно, и всё. И наш механизм готов. Я могу спокойно нажать на рычаг, и механизм заработает. Ну, почти. То есть нам нужно ещё поставить вот эту штуку, и всё. А также здесь есть модификаторы, которые я прямо сейчас вам покажу. Начнём с первого, который называется Array. Сначала мы выбираем смещение, крутя колёсиком мыши. Как, например, я сделаю, например, вот так. Вот так. И вот так. Всё. Теперь, смотрите, мы выбираем любой режим. Допустим, я выберу линию. Теперь берём блок. И, как обычно, начинаем строить. И вот я построил здесь вот такую вот небольшую палку. И она склонировалась на ещё пять таких же палок. И так может идёт как угодно. То есть может идёт любое расстояние, любой размер. Как хотите. Это клонирование постройок, но с определённым точным смещением. Следующий модификатор, это у нас зеркало. Ну, я думаю, вы уже поняли, что это за режим. Например, то есть, если я построю что-то здесь, то это склонируется и здесь. Как, например, давайте построим небольшую с вами сферу. Из того же самого блока. Допустим, вот так. Вот так. И вот так. Как вы видите, я построил здесь вот такую постройку здесь. И она склонировалась на другой стороне. Именно так и работает режим зеркала. Ну и последний модификатор в этом моте, это радиальное зеркало. Это, по сути, то же самое зеркало. Только она это будет делать по кругу. То есть, давайте ещё раз построим какую-нибудь постройку. Что-то типа сферы. И вот, как вы видите, она распределилась теперь на четыре стороны, а не на две. Но для строителей карт, например, всяких паркуров и так далее, я думаю, вам эта фишка понадобится. Пока ты там рассказывал, что делать, смотри, я тут построил уже нас целую пальму из ТНТ. Это такое. Это всё сделано за пять секунд с помощью этого мода. Вообще крутяк. Да. Знаете, конечно, классно, что такое можно сделать за пять секунд. Однако, в этом моде есть ещё одно правило. Ни в коем случае не давать этот мод в руки вот этому человеку с никнеймом Батя РКГ. Иначе можно произойти... Вот это! Взрыв ядерной помпы. Не надо пальму поджигать. Пальма пошла. Может, сейчас Невоскраб снесёт. Невоскраб, живи! Ты тут всю деревню снес, ты чё? Ну да, хорошо ты разобрался с этим модом, я вижу. Ну а раз уж мы заговорили про ТНТ и взрывы, я вам покажу ещё один мод, который связан с ним. Смотри, всё, что нам для этого нужно, это взять твой любимый блок под названием Динамит. А также в левую руку взять огневая. Если что ты знаешь, да, как включать левую руку на F? И нам нужно взять элитры. Как обычно, надеваем их на спину, берём динамит и огневая. Теперь взлетаем в небеса, используем элитры и нажимаем на правую кнопку мыши. И мы можем скидывать динамит прямо с элитр. Я могу бросаться бомбами. Крутяк. Это ли не круто? Однако, чтобы этот процесс был ещё побыстрее, можно взять ещё и фейерверки, чтобы ускорить процесс элитр. Используем фейерверк, начинаем взлетать и используем динамит. И по сути мы стали, так сказать, живым истребителем. Вообще класс. Наверное, этот мод понравится, наверное, двум типам людей. Первым это моему папе, а вторым это людям, которые играют, не знаю, там какой-нибудь War Thunder. Ну реально это же классно, ты просто летишь на элитрах и можешь кидать динамит в кого хочешь. В целом мод классный. Ой, нет, я увидел. Тут лестница. Взрываем лестницу из динамита. Да, я и хотел её взорвать. Всё, она взорвалась. Чёрт побери. И, кстати, я вам только не сказал, как назывался этот мод. И этот мод называется Элитрабомбинг. Ссылка, если что, в описании. Ну а сейчас у нас на обзоре просто очень классный мод, который добавляет механики боя в Майнкрафт. И этот мод настолько крутой, что даже с этим модом у меня наконец-то заработал мод на третье лицо, которое было у папы в начале видео. Да, я тебя тоже могу смотреть в 360 градусов. Первое сразу, что можно заметить, это что наш персонаж теперь не такой картонный, как он был раньше. Теперь он реально как человек двигается. То есть он может нормально бежать, нормально красить, даже летать в креативе. Но это, конечно, не самая главная фишка этого мода. А самая главная фишка этого мода, это, конечно же, боёвка. Да, здесь куча нового оружия появилась. Давай возьмём что-нибудь из оружия. Например, я хочу взять Назаритовый большой меч. Зацени, какой он огромный. А я знаю, что возьму. Я сейчас сделаю вот что. Что же ты возьмёшь? Я возьму в одну руку нож и в другую руку нож. Вот это, конечно, жёсткий. Смотри, там лошадь. Давай мы как прям в Казахстане пойдём себе казы добудем. Погнали, вон она эта лошадь. Так, кстати, если что, нажимаю на R, мы можем брать ещё одну систему боёвка. Например, вот я нажал на R, зажимаю. И заценишь, что я могу. Опа! Как тебе такое? На, 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 на! Опа! Пожалуйста, ваши казы готовы. Посмотри, как я, как у меня это всё выглядит. У меня это выглядит очень неплохо с двумя мечами. Вернее, ножами, я не знаю, смотри. На, 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 на! Пойдёт вообще классно. Такое чувство, будто ты в Ассасин переиграл. Ха-ха-ха, да-да-да. Ииии... На! Этот мод на самом деле очень большой. И мы разбираем в этом видео его очень поверхностно. Так что, если вам этот мод будет реально интересен, то, конечно же, я оставлю ссылку на него в описании. Вы можете сами в нём разобраться. Например, здесь есть вот такие вот книжки, которые вы можете изучать и добавлять себе скиллы. Например, вот. Дерю вот эту книжку. Нажимаю изучить. Выбираю вот это. И всё, у меня теперь появился новый навык. Вот он, пассивный первый. Мастер меча. Давайте посмотрим, что у нас тут ещё из оружия есть. Как, например, я уже заметил вот такое вот огромное копьё алмазное, которое мне очень нравится внешне. И как оно, тесно, будет... Я могу протыкать жертв своих. Смотри, я зажимаю левую кнопку мыши и могу вот так сделать. Опа! Пойдём вот эту корову так замочу. Корова, иди сюда. Лови маслину. Опа! Опа! Это ли не круто? И зацените, я сейчас изучил крутой навык под названием импульсный прыжок. Зацените, что он может. Допустим, я беру любое оружие, зажимаю пробел и нажимаю на контрол и отлетаю со всей мощи. Офигенно. Ещё раз. И... Опа! Это ли не круто? Да, вокруг тебя взрывается земля. Вообще огонь. Так же, смотри, я тут заметил, тут ещё какие-то перчатки, с которыми я тоже могу, кстати, по всему бить. Доцени! Ооо! Я как в Mortal Kombat каком-то. Или, или жотар, я не знаю. Да, смотри. Вот, мне кажется, это именно так выглядит, как в каком-то Казахстане, вот так подходят к корове. И к ней вот так берут. Опа, оба, оба! Дают из них молоко. Лови маслину. Лови маслину. Перчатки, пока что мне почему-то большие всех нравятся. Итак, время испытать наше оружие. Смотрите, сколько тут криперов появилось. Ну что, давай их всех перебьём. На, вообще легко. Иди сюда. Ё-моё, я тут ещё могу блоки даже ломать этим мечом. Опа, оба. Давайте, крипер, подходите сюда. Что, меня взрывали тогда, да? Получайте моим огромным ножом. Ты там отбиваешься, надеюсь? Конечно, вообще на изи, с таким-то оружием. Сейчас будет, смотри, что будет. Опа! Ещё хотите? Лови. Спиннер. И на! И... Бум! А что ты не подлетел? И на! Просто в мясо вообще сразу. Просто реально в мясо. Подожди. Но я хочу вот этого крипера, вот этого мне настолько сильно не нравится, что я хочу, чтобы он страдал. Поэтому я беру перчатки и делаю вот так. Лови! Получай! Получай, получай, получай. И ты тоже хочешь? Давай двоих сразу. Это просто супер веселье. Крипер Ну это реально очень классный мод Честно говоря, так тебе скажу С этими оружиями я ощущаю себя каким-то пещерным человеком Который охотится за добычей Что я вам ещё хотел сказать про этот мод Так это то, что на этот мод существует очень много дополнений Как например, новое оружие, новые механики и так далее Поэтому этот мод тоже заслуживает своего внимания Но мы переходим к следующему моду Так, слушай, вначале ты хотел защитить деревню Но у тебя не получилось, она была вся взорвана Теперь я хочу защищать деревню И защищать я её буду при помощи турелей С модом K-Turrets О, это уже интереснее Ну давай посмотрим, как у тебя получится Что там за турели Смотри, во-первых, я возьму какую-нибудь турель Допустим, я возьму огненно-шаровую турель А также возьму для неё патроны А именно взрывчатый порошок И я хочу поставить эту турель где-нибудь вот здесь Теперь нам нужно её зарядить Нажимаем правой кнопкой мыши и заряжаем наши патроны Теперь я хочу выбрать цель, в которой будет стрелять данная турель Допустим, я хочу, чтобы она стреляла в лошадей Ага, бедные лошадки, ты чё, блин? Или хочу, чтобы она стреляла в овец И напоследок, чтобы она стреляла в корову И теперь смотри Мы берём, спавним ту же корову И смотри, что будет происходить О, нет, блин! Бедная коровка, за что? Нет! Смотрите, сколько тут коров, она их всех будет отстреливать Класс! Полностью автоматическое оружие Тут стейки спавнятся, бери быстрее Он телят отстреливает! Перед тем, как поставить ещё одну турель, я вам скажу, как управлять этим модом Нажимая на правую кнопку мыши, вы можете зайти в инвентарь турели и посмотреть на количество патронов И поставить туда новые А если вы нажмёте shift и нажмёте правую кнопку мыши, вы зайдёте прямо в полноценное меню турели Где вы можете посмотреть, какие цели будет атаковать этот турель, а также добавлять свою или убирать старые А также можете посмотреть характеристики вашей турели Давайте теперь поставим новую турель Я хочу каменную турель поставить Как тебе такая идея? Да, она булыжником будет стрелять И угадай, да, правильно ты угадал Хоть когда-то хоть что-то ты угадал Она будет стрелять булыжником Спавним турель Она хотя бы выглядит уже по-другому, видишь, как она выглядит теперь Ставим туда булыжник И кого она будет атаковать? Как ты хочешь? Давай крипер или кто там у нас будет? Вообще, кто нас атакует обычно в деревне? Так, допустим, давайте спавним крипера И будет ли она его отстреливать? И... Да, они обе по нему стреляют, смотри Это камнями, а это огнём И давай отстреливай от него Теперь паук горит Прикинь, если бы такие установки стояли в Австралии Как было бы им легче жить Ой, я думал, он у тебя стреляет Смотри, турели друг друга стреляют О, нет, она её сейчас уничтожит Она чё, была, что ли? Турель уничтожила другую турель Как это вообще можно описать? Ну, а следующую турель я поставлю прямо на дом И это будет турель Гаусс турель Зацени, как она выглядит Она прям реально какой-то дробаш выглядит И для неё есть специальные патроны даже Которые, честно, выглядят как какие-то шприцы Итак, давай Она как будто лазерная какая-то Но, я думаю, давай поставим ещё одну такую же пониже Где-нибудь вот здесь Так же, берём патроны для неё Ставим И будем ставить криперов Зацени, как она по ним стреляет Она горит! По ней та огненная турель стреляет Но эта турель её отстрелила А ничего, турель это враги, что ли? Я понять не могу О, тут крипер взорвался На, на, на Я не понимаю, она звуком стреляет или чем? Да, что-то странное Но главное, что оно работает Какая разница, чем она стреляет? Да Это самое главное, что оно работает Однако, если вы хотите, чтобы защита была не на одном месте А ходила прям за вами У вас есть дроны Допустим, давай поставим вот этот огненно-шаровой дрон И смотри Нажимая на shift Я могу присвоить дрон себе И теперь Он будет летать за мной И оборонять меня О, крутяк, крутяк И теперь спауним того же крипера И давай Атакуй Смотри, атакуют его Вообще крутяк Она атакует его Реально у меня дрон отстреливается от крипера Это же прям реально кайф Допустим, прикинь Ты в какой-нибудь пещере копаешь алмазы На тебя нападает крипер А этот турель Ой, или дрон начнет от неё отстреливать О, у тебя тоже свой дрон теперь есть И у меня теперь тоже свой дрон есть Но он немножко другой И стреляет он гаус с пулями А у тебя чем стреляет? У меня он, естественно, на огнём стреляет Давай включим ночь И посмотрим, когда вылезут эти твари И мы их всех разбомбим вообще на изи Давай Сет Миднайт Смотри, у меня уже паука атакует Дрон Он убил паука Там зомби стоят Надо их атаковать срочно Вон пауки, да Так, ну что, посмотрим Ваших дронов в работе О, дрон ты где? Это мой такие звуки издаёт Там дроны друг от друга отстреливались На, пауку хана Смотрите, дроны работают сами по себе Давай, стреляй по зомбакам Класс Блин, я так давно мечтал в Майнкрафте Все враги мечтожные Вот там скелет, который меня очень сильно бесит Давай Дрон, идём убивать скелета Дрон, ты где? Вон он воюет со скелетом В лесу, ты не видишь? Нет, где он? Твой дрон, твой дрон вот убил скелета Вот здесь, вот только что он убил скелета А, вот Вот он стреляет Да Смотри, ты тоже по нему стрелял скелет Давай по пауку стреляй, по пауку Они конкретно помогают выживать Я думаю, выживание Блин, ну это вообще кайф Такой дрон очень пригодится Блин, извините, что тут есть кирпичный дрон И знаешь, чем он удобнее всех? Чем? Что, чтобы получить от него патроны Нужно просто пойти в тёмный лес ночью И у тебя будут кирпичи Ха-ха-ха Вот такой крутой мод Изучайте его сами На самом деле, я вам показал здесь вообще не всё Этот мод я вам рекомендую Но сейчас ещё один мод, который я вам рекомендую Он очень интересный Это мод под названием Майнганс И я думаю, вы уже поняли, что он добавляет Правильно, это оружие И допустим, я возьму М4А1 И патроны для неё Заряжу её И готов, что сейчас с тобой будет За мной? А меня-то за что? Лови! Я по тебе стреляю! Нет! Вы имеете права охранять молчание? Нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет Ладно, я не буду тебя расстрелять Но и... Стой! Я утону Если уйдёшь отсюда Я расстреляю этого жителя Нет, за что? В этом моде есть много оружия Как, например, автоматы, пистолеты и так далее Сейчас я вам покажу, как это всё работает Допустим, если вы хотите взять АК-47 Мы её берём Вложим в инвентарь И берём патроны для АК-47 Теперь нажимаем на кнопку R Они у нас заряжаются Ждём кулдаун И начинаем стрелять Могу отстрелять эту кошечку? Давай-давай-давай Нифига себе! Это чё у тебя? Это снайперская винтовка? Это снайпа вообще Зацени просто кайф Кстати, я тебе хотел кое-что показать Здесь есть отсылка на игру В которую ты 100% играл Это какая? Half-Life 2 Оооо, блин, легенда вообще Это арбалет из Half-Life 2 И что этот голем делает? Он на месте стоял и крутился Давай мы его расстреляем Заряжаем наш арбалет И стреляем ему прям в бошку А если я со своей? И стреляем Всё, я убил вас с арбалета Сейчас давайте я покажу оружие, которое заряжается дольше всех Угадай, что это за оружие? Что? Даже не представляю Мини-ган Он здесь есть Вот он Воу, ты с ним выглядишь вообще круто Практически терминатор Однако заряжать его реально долго Смотрите, что нам нужно для этого сделать Мы ставим сначала вот такой блок под названием генератор Он есть в этом моде Теперь мы берём изочник топлива А именно Газелайн Вот такую вот колбочку с топливом Так вот ставим У нас заряжается топливо И мы нажимаем Оу И всё, теперь мы можем ставить Сюда аккумулятор Он у нас вмещает до 2500 единиц энергии Вставляем его сюда И у нас он начинает заряжаться энергией И пожалуйста, он у нас зарядился энергией И теперь всё, что нам нужно сделать Это сначала взять мини-ган Теперь нажимаем на shift Право кнопку мыши Вставляем сюда аккумулятор Он заряжается энергией Наш мини-ган Однако это ещё не всё Нам же нужны для него ещё и патроны Поэтому берём патроны для мини-гана Всё так же делаем И нажимаем load И у нас зарядились патроны Теперь нажимаем на кнопку включения И готов? Готов, давай Ты реально... Ооо Ну смотри назад Я просто расстрелял всех этих жителей Как тебе такое? Катец Подожди, подожди Мне нужны ещё патроны Ещё патроны нужны Погнали Получай Получай в лоб свинца Однако, кстати, у этого мини-гана Есть небольшой такой минус Он даёт тебе замедление Ну, конечно, он тяжёлый Таскать его У меня только всегда возникал вопрос Почему такое огромное оружие Назвали мини-ган? Ну, а я взял Самое простое, что может быть Самое интересное И самое классическое Рокет-лаунчер Это рокет-лаунчер Я заряжаю рокет-лаунчер И проверим его на тебе Беги Нет! Беги! Беги! Нет! Беги! Нет! Фу, он к тебе не попал Не попал в меня Угадай, что я нашёл Просто легендарную Классную пушку АВП! О-фи-ге-ть О-а-а! Лови! Лови! Чёрт! Нет-нет-нет-нет Я спрячу за деревом Лови маслину! Нет-нет-нет-нет-нет-нет Ты меня сейчас взорвал Рокет-лаунчером, да? Да, да-да-да-да-да Я тебя сейчас тоже взорву Лови, фашист, гранату Оооо, нифига меня подкинуло Так, гранатами могу обстреливать Шаре! Шаре! Лови! Ой, я в этот дом попал случайно Да, тут столько оружия, столько можно побаловаться. Ну вот, это был последний мод в этой подборке. Ну что, напишите в комментариях, какой мод вам понравился больше всего. Ну а на этом на сегодня всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok